Главное найти свою нишу. У 11-классницы из Краснодара это получилось. 17-летняя девушка стала успешной бизнес-леди и владелицей собственного бренда. В фирменных галстуках-бабочках от Насти ходят все ее одноклассники и не только. С такой кружечной мастерской начинали свою карьеру десятки знаменитых дизайнеров. В Джорджио Армани, Дольче и Габана и в Сен-Лоран в распоряжении школьницы тоже несколько квадратных метров и только одна швейная машинка. Ей больше 50 лет и она выдерживает колоссальные нагрузки. За три года отсюда вылетели тысячи бабочек разных форм и размеров. Изначально, когда только все начиналось, я училась, по часу уходила. Сейчас все намного быстрее, 20 минут 25 на одну бабочку уходит. Главный союзник Насти – папа. Они вместе придумывают новый дизайн и генерируют идеи. Сейчас на компьютере моделируют новый тренд – деревянные аксессуары. Дочь наша Анастасия, она хочет быть дизайнером. И мы под нее уже искали направление, где она могла бы себя реализовать, работая руками, прилагая голову. Горячая пора в бизнесе бабочек выпускные. В этот сезон взлетает спрос. Отшивать приходится по 50 аксессуаров в день. В школе она местная знаменитость. Ее узнают про нее, говорят и носят. Бренд, у которого уже есть поклонники. Мне нравится ее дизайн. Они необычные. А еще, кстати, всегда делают скидки для тех, кто вместе с ней в школе, потому что это как и вторая семья. Если она будет знаменитой, то я думаю, что я буду рассказывать, что в детстве я носил ее бабочки. В этом году Настя выпускница впереди экзамены и всего несколько шагов до золотой медали. Но бизнес не мешает учебе, утверждает школьница. В свободное время выделяю по 30-40 минут, а даже по часу иногда, на пошив бабочек и на выбор тканей. После гимназии юная бизнес-леди приходит в торговый центр. Здесь помогают родителям бабочки, сортируют по цвету. И как будущий дизайнер иногда сама покупателям подбирает аксессуары.